Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Титов Кирилл Валентинович. Я являюсь руководителем школы дальнейшего энергоинформационного развития, которая занимается распространением, обучением, навыком энергоинформационники. Вся программа нашей школы основана на разработке Дмитрия Сергеевича Верещагина, моего учителя и замечательного человека, который в свое время вместе с коллегами создал систему, позволяющую человеку достаточно легко, быстро, эффективно прогрессировать в обществе. Но кроме того, эта система, которая развивает в человеке глубинные, открывает его скрытые резервы, раскрывает его навыки, обучает теми навыкам, которые позволяют взаимодействовать с окружающим миром на совершенно новом, более глубоком, более эффективном и более приятном уровне. Здравствуйте, друзья! Сегодня наша встреча посвящена программе «Влияние». Изучению методик, которые позволят вам влиять на события окружающего мира. Ведь современный мир очень динамичен. Людей более 6 миллиардов. Мы распространили себя везде. Мы не оставили себе врагов. И каждый борется за место под солнцем. И действительно, мы эволюционируем. Но эволюционируем не в сторону физиологии. Мы эволюционируем в сторону своего разума. И этот разум позволяет создавать нам то, что мы видим вокруг себя. Мы действительно достигли многого. Но от этого не стали счастливее, от этого не стали более любимыми. Те проблемы, которые волновали человечество тысячелетия, они сохранились. Они те же самые. Мы снова и снова возвращаемся к теме благосостояния, к теме здоровья, к теме продолжения жизни, к теме заботы о наших детях. И те методы, которые мы используем в этих областях, они могут быть гораздо эффективнее. Гораздо. И мы будем изучать это в рамках программы влияния. Конечно, это только начало. Будет обязательно продолжение. Сегодня мы познакомимся с центральными потоками. Как они могут помочь вам влиять на свое самочувствие и на события, окружающие вас. Обязательно познакомимся с управлением так называемым эфирным телом. И что это такое, как это может помогать вам в повседневной жизни. Что такое чакры и как при помощи чакр можно общаться с другими людьми. Как можно сохранять устойчивость. Как можно переносить свое настроение, используя окружающие нас предметы. И это программа влияния. Изучение техник влияния мы начинаем с такого понятия, как энергетика. Энергетика — это субъективное понятие. Ощущение тела человека, ощущение тех процессов, которые протекают внутри. Именно это мы можем описывать как энергия. И энергия, интенсивность этой энергии в теле человека может быть разная. Можно встретить разное название понятия энергии. Такое слово, как прана, я думаю, знакомо большинству из вас. Это понятие пришло к нам с востока. Оно и описывает то самое субъективное ощущение, которое человек испытывает и чувствует внутри себя. И он может этим ощущением управлять. И это развивается. У нас в школе ДЕИР это называется центральные потоки. Причем их существует два. Центральный восходящий поток, он двигается снизу вверх. И центральный нисходящий поток, он двигается в обратном направлении. Сверху вниз. Они обладают разными свойствами. И, соответственно, приводят к разным результатам. И это естественное свойство любого живого организма. Восходящий поток связан с фазой активности. Когда мы совершаем какое-то действие, то нам необходимо подготовить организм к этому действию. И внутри нашего тела мы ощущаем восходящий поток. Когда нам необходимо сориентироваться в пространстве, понаблюдать или о чем-то порассуждать, то нам необходимо снизить внутреннюю активность и сосредоточиться на чем-то. И в этот момент в нашем теле ощущается нисходящий поток. Сочетая качество этих двух потоков, мы способны управлять собой своими ощущениями, своими эмоциями, событиями, которые вас окружают. Ведь зачастую бывает, что человек не способен сосредоточиться тогда, когда это ему жизненно необходимо. И наоборот. Когда он должен переходить к каким-то активным действиям, он никак не может выйти из состояния внутреннего, заторможенного состояния ступора. И управляя центральными потоками, мы способны заставить себя перейти либо к активным действиям, либо к действиям рассудительным. Вы не раз в жизни испытывали ощущение центрального восходящего потока. Достаточно вспомнить какую-нибудь эмоциональную ситуацию и обратить внимание на то, что в этот момент происходит внутри вас. Что вы ощущаете внутри себя. Это некая динамика, это некое распирание, это может быть некий жар или движение по телу. В общем и целом это и есть, собственно говоря, восходящий поток. Единственное, что мы не способны его вызывать сознательно. Но для того, чтобы это сделать, мы должны сосредоточиться на нем. Если направить внимание на ощущение своего тела, постараться почувствовать его внутри, обратить внимание на то, как ощущается низ живота, потом перевести внимание выше, как ощущается сам живот, потом перевести внимание выше, как ощущается солнечное сплетение, как ощущается грудная клетка, как ощущается шея, как ощущается голова. Дом еще раз повторить своим вниманием движение по телу. И вы начнете замечать, что когда вы переходите от нижней части живота к животу, от живота к солнечному сплетению, от солнечного сплетения грудной клетки, то внутри тела возникает ощущение волнообразного движения. Собственно говоря, это и есть наш восходящий поток. И мы способны это движение сделать устойчивым, постоянным, непрерывным. Это как внутренний вулкан, который проходит через все ваше тело перед позвоночником. Что он делает? Он усиливает ваше артериальное давление, он усиливает вашу эмоциональность, он расширяет вас, он делает вас больше, он делает вас более активными, более горячими. И если усиливать восходящий поток, то тогда вам трудно будет размышлять, но зато вы очень активно и с большей силой будете совершать намеченные вами действия. Это и есть центральный восходящий поток. И сейчас для того, чтобы перейти к нисходящему и поговорить о нисходящем потоке, нам необходимо немножко успокоиться. Обратите внимание снова на свое тело. Можно почувствовать свою голову и постараться ощутить то, что находится внутри головы. Можно вспомнить какую-нибудь математическую задачу. Ну, например, умножьте 2 на 5. Получается 10. В этот момент внутри вашей головы возникает некий прозрачный фон. Что-то прозрачное, что-то кристальное. То есть для того, чтобы правильно совершить математическое действие, нам очень мешают какие-либо другие отвлекающие факторы. И наше физическое тело в этот момент старается успокоиться. На самом деле это, конечно, делает наше сознание. И если вы обратите внимание на внутреннюю прозрачность внутри своей головы, эту кристальную ясность, сосредоточьтесь на ней. И попробуйте сместить ее вниз на уровень шеи, потом перевести вниз на уровень грудной клетки, еще ниже на уровень диафрагмы, еще ниже в живот, вниз в живота. То вы заметите, что ощущение движения внутри тела сопровождается ясностью, кристальностью, чистотой. Возникает чувство спокойствия, безэмоциональности, некой внутренней тишины, кристальная ясность. Это и есть нисходящий поток. Снижается артериальное давление, повышается рассудительность, уходит эмоциональность. В этом состоянии очень хорошо рассуждать, думать, строить планы и наблюдать за окружающим миром. И сочетание этих двух потоков приводит к тому, что мы называем жизнь. Итак, чтобы ощутить свой восходящий поток, я могу вам подсказать один прием. Сосредоточьтесь на своем теле, обратите внимание на ощущения внутри тела, потом начните беззвучно и громко кричать. И в этот момент в вашем теле вы почувствуете развертывание некоего столба, который двигается снизу вверх. И этот столб можно усилить, сделать более прочным, более мощным, более ощутимым. Это и есть ваш центральный восходящий поток. Самое интересное, что он сопровождается изменением субъективных ощущений, которые можно охарактеризовать такими словами, как упругость, тепло и сила. Как спичка, которая зажигаясь, образует именно эти свойства. И момент горения очень похожа на восходящий поток. Что касается нисходящего потока, здесь тоже можно сосредоточиться на образах внутри себя. Если представить себе нисходящий поток в виде водопада, который ниспадает сверху вниз внутри вашего тела, он несет в себе прозрачность, ясность, кристальность. Попробуйте почувствовать этот водопад внутри себя. И вы действительно заметите, как меняется ваше ощущение. Вы успокаиваетесь, уходят эмоции, возникает внутренняя ясность, кристальность и чистота. Это и есть ваш нисходящий поток. И для того, чтобы вы смогли существенно повлиять на события, которые возникают в вашей жизни, можно порекомендовать вам следующее. Когда вы продумываете некие события и ваше участие в этих событиях, постарайтесь использовать нисходящий поток. Постройте эти события в каком-то нужном вам направлении. И после того, как они будут ясны и понятны, после этого начните работать с восходящим потоком. Наполните эти образы своими эмоциями, своими ощущениями. Проживите эти события заранее. И только после этого переходите к действиям. И вы действительно заметите разницу. События начинают наполняться вашим присутствием гораздо быстрее и формироваться в нужном для вас направлении. Вот именно так работают центральные потоки. А сейчас мы с вами проведем упражнение по усилению и гармонизации наших центральных потоков. Для этого сядьте поудобнее, так, чтобы не было пережимов в теле, чтобы руки, ноги не скрещивались, чтобы спина была прямая и чтобы вы ощущали себя более-менее комфортно. Отбросьте все посторонние мысли. Глаза лучше прикрыть. Таким образом, мы сосредотачиваемся только на своих ощущениях внутри своего тела. И обратите внимание на ощущения своего тела. Обратите внимание на то, как вы ощущаете свои ноги, руки, туловище, весь объем физического тела целиком. Почувствуйте свое дыхание. Ощутите, что с каждым вдохом и выдохом что-то меняется внутри тела. И мы способны управлять своими ощущениями. И если сделать акцентированный вдох, то вы заметите, как легкая волна упругости двигается откуда-то снизу вверх. И мы эту волну можем усилить, сделать более мощной, более сильной, более упругой, более горячей. Почувствуйте ее где-то внизу живота, перед позвоночником. И она поднимается выше в животе перед позвоночником. И можно помогать себе дыханием. Это и есть наш центральный восходящий поток. И через солнечное сплетение, сквозь диафрагму. И он проникает в полость грудной клетки и в грудной клетке перед позвоночником. И сейчас может стать немного жарко и в шее перед позвоночником. И через основание черепа он проникает в мозг и в мозгу с легким изгибом вперед. Он вырывается куда-то наверх. И слейтесь с этим потоком. Ощутите его целиком. От точки входа до точки выхода. И в животе перед позвоночником. И через солнечное сплетение. И сквозь диафрагму. И в грудной клетке перед позвоночником. И он горячий, мощный, упругий. И в шее перед позвоночником. И через основание черепа в мозг. С легким изгибом вперед он вырывается наверх. И он несет силу и эмоции. И это ощущение усиливается. И мы способны сделать его еще более сильным. Еще более мощным. Еще более горячим и упругим. И этой энергии так много, что она начинает наполнять все ваше физическое тело. И мы не останавливаемся. Помогаем себе дыханием. Продолжая усиливать свой центральный восходящий поток. И он выходит за пределы физического тела. И распространяется вокруг вас. И во внутренний слой, в наружный. Продолжает распространяться дальше. Еще сильнее и мощнее. Делаем свой центральный восходящий поток. Ощущение силы. Ощущение мощи. Ощущение упругости. И яркости внутри. И откуда-то сверху, навстречу этому потоку, из бесконечности наверху, двигается нисходящий поток. Он ясный, чистый. Словно кристаллизует все на своем пути. Он проникает через купол черепа в мозг. Ясный, кристальный. Наполняет голову. Проходит через основание черепа в шею. В шее, вдоль позвоночника. Он проникает глубже в район грудной клетки. Грудной клетки перед позвоночником. И сквозь диафрагму уходит вниз в район солнечного сплетения. Проникает в живот и уходит в бесконечность внизу. И ощутите его целиком. Сосредоточьтесь на нем. Некая ясность и прозрачность. В голове, через основание черепа. В шее, вдоль позвоночника. В грудной клетке, вдоль позвоночника. И сквозь диафрагму, солнечное сплетение. И в животе, вдоль позвоночника. Он уходит в бесконечность внизу. Ощутите его связь с дыханием. Почувствуйте, что с каждым дыхательным движением вы делаете его еще более ясным, еще более чистым, еще более кристальным. Он несет вам ясность и осознание. И он наполняет и кристаллизует все, что находится в вашем физическом теле. И мы продолжаем усиливать свой центральный, нисходящий поток. И в центре мозга, через основание черепа, в шее вдоль позвоночника, в грудной клетке вдоль позвоночника. И сквозь диафрагму, солнечное сплетение, в животе, вдоль позвоночника. Он уходит в бесконечность внизу. И ощущаем его весь. И он наполняет и кристаллизует все ваше физическое тело. Выходит за его пределы. Наполняет и кристаллизует эфирное тело. И границы вашего тела становятся более весомыми, более структурными. Ясность, кристальность, чистота. А теперь обратите свое внимание снова на восходящий поток. Он идет откуда-то снизу, в животе перед позвоночником. Упругая волна поднимается выше, через солнечное сплетение. И сквозь диафрагму он проникает в грудную клетку. И в грудной клетке перед позвоночником, в шее перед позвоночником. И через основание черепа он проникает в мозг. И в мозгу с легким изгибом вперед он вырывается наверх. И навстречу ему идет нисходящий поток. Ясный, чистый, кристаллизующий. Через купол черепа в мозг, центр мозга, основание черепа в шее, вдоль позвоночника, грудной клетке вдоль позвоночника, сквозь диафрагму, солнечное сплетение в животе вдоль позвоночника. И он уходит в бесконечность внизу. И ощущаем свои оба центральных потока. Ощутите связь этих потоков со своим дыханием. И с каждым дыхательным движением мы усиливаем сейчас два центральных потока одновременно. И восходящий делаем все мощнее, сильнее, горячее. И нисходящий, ясный, чистый, словно кристаллизует все на своем пути. И с каждой секундой, с каждым дыхательным движением они усиливаются внутри вас. Они несут силу и эмоции, ясность и осознание. И энергия этих потоков начинает наполнять все ваше физическое тело. И мы еще сильнее, мощнее, горячее делаем восходящий поток, яснее, чище, кристальнее, нисходящий поток. И они продолжают усиливаться при помощи вашего дыхания. Они выходят за пределы физического тела и продолжают распространяться. Дальше вокруг вас ощутите силу, мощь, ясность и осознание одновременно. Почувствуйте себя на двойной нитке центральных потоков. Они соединяют вас с бесконечностью наверху и с бесконечностью внизу. И внутри вас возникает ощущение равновесия, гармонии. Есть и эмоции, есть и сознание. Есть и сила, есть и сосредоточенность. Некая внутренняя гармония, равновесие внутри себя, ощущение жизни, сочетание активности и сочетание осознанности. И достаточно. Отбросили сосредоточенность и открыли глаза. Ну что ж, друзья, давайте поговорим о том, что такое эфирное тело. Эфирное тело – это то, как мы себя ощущаем. Имеется в виду то, как вы себя чувствуете в своем теле. Если вы обратите внимание на свое тело, то вы почувствуете его объем, его вес. Оно теплое, в нем что-то постоянно происходит. Но обычно мы ощущаем себя чуть больше, чем тело физическое. И это легко проверить. Обратите внимание на ту обстановку, которая вас окружает. Попробуйте ощутить эту обстановку. А потом переведите внимание только на свое физическое тело. И вы сразу заметите, что возникает ощущение уменьшения. Вы словно сжимаетесь. Это говорит о том, что обычно мы себя чувствуем чуть больше, чем тело физическое. И это норма. Потому что нам необходимо постоянно ориентироваться в обстановке окружающей вас. И для городского жителя этот объем не такой уж и большой. Мы действительно ощущаем себя в размерах метр-полтора от физического тела. Это так называемая комфортная дистанция общения. Те люди, которые ощущают себя больше, чем другие, они более заметны. И эти люди развивают так называемую харизму. Они действительно, как правило, заметны среди других людей. Как правило, такие люди занимают руководящие посты. Как правило, такие люди нарабатывают у себя внутреннее свойство ощущать мир чуть шире, чем окружающие. Те люди, которые ощущают себя меньше, чем другие люди, они менее заметны. Это так называемая невидимость. Они прячутся, они ощущают себя некомфортно. Или наоборот, они просто ощущают себя маленькими. И это можно использовать в нашей жизни. Действительно использовать. И специально, расширяя или уменьшая эфирное тело, менять свое впечатление в глазах других людей. Вернее, впечатление о себе в глазах других людей. Давайте попробуем представить себе это в виде схемы, в виде рисунка. Перед вами изображение, где нарисованы люди, которые могут ощущать себя по-разному. Посредине человек, который ощущает себя как большинство. Это норма. Слева человек, который ощущает себя меньше, чем большинство людей. По сравнению с другими, он менее заметен. Это так называемый невидимый человек. А справа вы видите человека, который ощущает себя гораздо больше. Так называемая харизма. Этот человек действительно заметен. Этот человек вызывает, привлекает к себе внимание, вызывает уважение. этот человек ощущает себя гораздо шире, чем большинство окружающих его людей. Давайте представим это на образном примере. Представьте себе, что этот шарик — это человек. Людей много, они взаимодействуют друг с другом, они общаются, они создают общее поле коммуникации. Они ощущают себя приблизительно в одинаковом размере. Но если среди них появляется человек, который ощущает себя больше, он становится гораздо заметнее остальных. И в то же самое время, если этот человек начинает ощущать себя меньше, чем другие, он словно растворяется в общем пространстве, исчезая из сознания окружающих. Это образный пример того, как можно управлять своим эфирным телом. И управление своим эфирным телом принесет вам ощутимую пользу при общении с окружающими людьми. Давайте научимся это делать. И сели сейчас поудобнее, обратили внимание на то, как вы себя чувствуете, какой размер тела вы ощущаете. Есть руки, ноги, туловище. Есть объем, есть вес, есть тепло. И не спеша, спокойно, мы начинаем себя в ощущениях чувствовать больше. Увеличьтесь сантиметров на 10. Остановитесь. Подержите себя в таком состоянии. Ощущение того, что вы немного выросли, что вы стали больше в размерах. Увеличиваемся еще сантиметров на 10. И уже на 20 сантиметров больше обычного размера. И увеличиваемся на целый метр. И ощущение, что вы начинаете заполнять комнату своим телом. Расширяемся дальше. Продолжаем увеличиваться в размерах до середины этой комнаты. Расширяемся еще больше. До ощущения того, что ваша голова соприкасается с потолком. Плечи соприкасаются со стенами. И ощущение того, что тело распространяется на весь объем. Сохраните это ощущение. Подержите. Оно не совсем привычно. Но постепенно, удерживая такие размеры, вы начинаете к ним привыкать. И вы легко можете проверить, как реагируют на вас другие люди, когда вы ощущаете себя именно так. И чтобы уменьшить эфирное тело, снова обратите внимание на тело физическое. Почувствуйте его объем, его вес, его тепло, руки, ноги, туловище. И не теряя сосредоточенности, вы начинаете уменьшать себя, словно сжимаясь внутрь. Уменьшаем себя на 10 сантиметров. Уменьшаем себя еще меньше. И вы словно растете вниз, сжимаясь до грудной клетки, до пояса. Продолжая уменьшаться до размеров с маленькую горошину. И подержите себя в таком состоянии. И возникает ощущение, словно вы маленькие, очень маленькие, относительно окружающего мира. Обратите внимание, как на вас реагируют другие люди. Они словно прижимаются, не замечают. Это реакция их подсознания. Это нормально. Когда вы ощущаете себя в маленьком размере, вы становитесь невидимы. Это можно, безусловно, использовать, потому что не всегда мы хотим быть заметными. Не всегда мы хотим, чтобы на нас обращали внимание другие люди. Например, вы способны уменьшить свое эфирное тело и пройтись по улице, когда вы не хотите привлекать к себе внимание, допустим, правоохранительных органов. Или людей, которые могут к вам проявлять нездоровый интерес. А таких людей, вы сами понимаете, на улице достаточно много. Если вы хотите, чтобы вас видели, попробуйте увеличиться перед дверью к своему начальнику и понаблюдать, какова будет его реакция, когда вы зайдете к нему в кабинет. Это простенькие примеры, которые способен осуществить каждый из вас прямо сегодня. И если приложить усилия для того, чтобы управлять своим эфирным телом, постепенно вы начнете к этому привыкать, постепенно это станет частью вашей жизни. И управление ситуациями становится очень для вас эффективным. Чтобы лучше понимать других людей, следует познакомиться с таким понятием, как чакры. Само понятие известно давно. И выглядеть это может приблизительно вот так. На этой схеме изображены активные точки в человеческом теле. Две точки крайней, так называемые чакры, не участвуют в социальной коммуникации. Одна расположена в макушке головы, в районе макушки головы. И вторая расположена в районе промежности. А срединные точки, их пять, они участвуют и очень активно в общении между людьми. Это так называемая аджна чакра, расположена в районе лба. Это так называемая вишудха чакра, расположена в районе шеи и у основания черепа. Это так называемая анахата чакра, она расположена в центре грудной клетки. Манипура, она расположена в районе солнечного сплетения, верхняя часть живота. И Сватхистана, она расположена в нижней части живота. Чем обусловлено такое расположение чакр? Прежде всего, это необходимо следить за областями в физическом теле, которые жизненно важны для существования и для выживания вообще. То место, откуда мы направляем свое внимание, центр лба, область, которая где-то в глубине головы, в передней части. Именно отсюда мы направляем свое внимание. И управление этой зоной очень важно для существования и выживания организма. Область достаточно уязвимая, область шеи, основания черепа. За этой областью необходим повышенный контроль. И та зона, где находится наше сердце, она ближе всего подходит к поверхности грудной клетки, анахата. И район солнечного сплетения, то место, откуда нервные импульсы распределяются по всему физическому телу. Ну и, естественно, контроль за продолжением рода, район половых органов, нижняя часть живота. Вот, собственно, причина, почему в этих местах мы ощущаем некую повышенную активность, чем в каких-то других участках. Сосредотачиваясь на этих точках в своем физическом теле, мы меняем свое эмоциональное состояние, мы меняем свое поведение, мы меняем свой взгляд и свой голос. И, конечно же, это влияет на других людей. Это влияет на их восприятие, вас в их сознании. И в зависимости от того, как они вас будут воспринимать, они будут, соответственно, так себя с вами и вести. Поэтому мы готовы приступить к упражнениям с чакрами. И для этого сосредоточьтесь на области головы. Начнем с самой верхней чакры, так называемой ажно-чакры. Очень многое зависит от того, куда вы направляете свое внимание. В случае с ажно-чакры необходимо направить внимание из центра лба, изнутри своей головы, вперед по векторному лучу. Словно вы видите коридор впереди себя. Туда же направлен ваш взгляд, туда же идет ваш голос. И любое слово, которое вы будете произносить именно в таком состоянии, будет восприниматься другими людьми, как работа вашей ажно-чакры. Если говорить о вишудхе, область шеи, то для того, чтобы начать работать с ней, необходимо почувствовать эту зону. Представьте себе, что ваш рот как рупор распространяет себя в окружающий мир. И голос, который вы слышите, он идет от вас именно широко, заполняя объем перед собой. И ваше внимание, соответственно, распределяется по всему объему. И в глазах меняются ощущения. И попробуйте сказать несколько слов, направляя свое внимание в объем перед собой. И вы заметите, как голос начинает звучать совсем по-другому. Для того, чтобы работать с анахата-чакрой, с грудной клеткой, необходимо сосредоточиться на ощущениях в районе грудной клетки. Почувствуйте грудную клетку, именно ее объем. Постарайтесь распространить этот объем вперед. Он словно раскрывает вашу грудную клетку. И ваше внимание направляется не вперед, а вокруг вас по телу. Это изменяет мышечный тонус. Хочется расслабиться. Глаза тоже расслабляются. Увеличиваются зрачки. И мышечный тонус вокруг глаз успокаивается. И голос звучит мягко, распространяясь по телу вокруг вас. И это ощущение анахаты. Звук и взгляд, который прилипает к телу и который вызывает мягкость, ощущение комфорта. Чтобы переключить внимание на следующую чакру, Манипуру, район солнечного сплетения, нам необходимо направить свое внимание по наклонной вниз. И как только вы это делаете, сразу же ваш голос и ваш взгляд тоже меняются. Веки слегка тяжелеют. И направление внимания показывает именно ту зону, которая видна более отчетливо. И вы можете смотреть вперед, но при этом видеть больше внизу, чем вверху. И когда вы говорите, то направление звука тоже уходит немножко вниз. И этот голос и этот взгляд, как правило, мы встречаем у людей, которые привыкли проявлять волю. Привыкли обдумывать и планировать так называемый взгляд шахматиста. Если направить внимание еще ниже, на нижнюю часть живота и постараться сказать несколько слов, направляя свое внимание вниз и потом по наклонной вперед, то таким образом вы начинаете соответствовать включенной свадхистана чакре. И волнительный голос, волнообразный голос, который двигается вниз и вперед. И, соответственно, распределение внимания и взгляд тоже становится именно такой. В глазах меняются ощущения, и другие люди воспринимают у вас уже совсем другую реакцию. Когда я рассказывал о чакрах, вы могли не заметить, как меняется тембр моего голоса и как меняется мой взгляд. Но ваше подсознание обязательно это заметит. Оно не пройдет мимо. И если человек общается, используя ту или иную чакру при общении, то это оставляет свой след на уровне подсознания других людей. Какой же след может остаться, когда человек использует свою аджно-чакру, соответственно, аджно-голос и аджно-взгляд? Это впечатление сильного, целеустремленного человека. Какое впечатление остается у других людей, когда вы используете вишудха-чакру при общении с другими людьми? Это впечатление человека коммуникабельного, который может интересно рассказывать и внимательно слушать. Какое впечатление остается о человеке, который говорит и смотрит из центра грудной клетки и направляет свое внимание, соответственно, вокруг? Он мягкий, он теплый, к нему хочется приблизиться. Этот человек расслабляет, он комфортный, он нравится, как приятный человек. И какое впечатление остается у других людей, когда вы используете манипура-чакру? Самое интересное, что разговаривая, направляя внимание вниз в область живота солнечного сплетения, на уровне подсознания других людей остается впечатление знающего, думающего человека. И даже если вы не согласны с другими людьми, то выражая свое несогласие таким голосом, у других людей останется впечатление, что в общем, в принципе, вы с ними согласны. Какое впечатление остается у людей, когда вы используете свадхистана-чакру, нижнюю часть живота, когда вы говорите и смотрите, направляя свое внимание вниз, а потом вперед? Это впечатление веселого, игривого человека. Это впечатление легкости. Это впечатление радости. И все эти разные состояния, конечно же, можно использовать в жизни при общении с другими людьми. Более того, наблюдая за другими людьми, вы сможете понять, чего человек хочет от вас, когда у него активна та или иная чакра. Как можно определить, какую чакру использует человек, когда он обращается к вам? Способов много, но мы выделим только основные. Один из основных способов — это внимательно посмотреть на выражение глаз другого человека. Если он общается с вами, используя свою ажно-чакру, то этот взгляд жесткий и линейный. Он смотрит прямо и возникает впечатление колючести. Если человек с вами общается на вишудха-чакре, то его взгляд слегка расфокусирован. Он идет в объем. И может быть, немножко приподнимается голова. Если человек с вами общается на анахата-чакре, грудная клетка, то у него расслабленное тело, зрачки расширяются, веки расслабляются. И возникает впечатление расслабленного взгляда. Если человек с вами говорит на манипура-чакре, район солнечного сплетения, то вы сразу заметите, как в глазах верхняя часть глаз, веки слегка тяжелеют, начинают накрывать глаза, и это заметно достаточно хорошо. Если человек говорит с вами, используя садхистана-чакру, то его взгляд идет снизу вверх, как раньше учили гимназисток наблюдать за женихами. Если говорить о втором способе определения, то это, конечно, голос, акустический сигнал. Прежде всего, это направление звука. Когда человек с вами разговаривает, общается, прислушайтесь, куда идет звук, в каком направлении. Если он толкается человеком вперед линейно, то, скорее всего, это ажная чакра. Если человек желает заполнить своим голосом пространство, то это вишутха, шея. Если человек направляет свой голос как бы на себя, облекая звуком свое тело, то, конечно, это анахата, это грудная клетка. Если человек направляет звук вниз себе под ноги, то это солнечное сплетение манипура. Если человек волнуется, у него волнообразный звук, то есть движение вниз и потом вверх, то это, конечно же, сфатхистана. Таким образом, по взгляду, по выражению глаз другого человека, по направлению звучания голоса другого человека, уже можно определить, какая чакра у человека активна. Ну и еще один способ, он касается уже субъективных, собственных ощущений в теле. Если вы направите свое внимание на другого человека и одновременно постараетесь ощутить, что чувствует ваше тело, то очень высока вероятность, что именно та область, которая активна у другого человека в данный момент по ощущениям, она станет активна и у вас. В случае, если человек ощущает лучше всего сейчас свою голову, верхнюю часть головы, а это связано с работой аджны чакры, то вы почувствуете, как в районе вашей головы тоже возникает некое ощущение. В случае, если человек ощущает хорошо свою шею и челюсть, то направляя внимание на другого человека и одновременно направляя внимание на себя, вы почувствуете, как ваша шея становится более ощутимой, более плотной. Это говорит о работе вишудха чакры. Если вы направите внимание на человека одновременно, понаблюдаете за своими ощущениями и почувствуете, что вам хочется расслабиться, возникает чувство распространения, легкого расширения, скорее всего, это связано с работой анахата чакры, грудная клетка. Ну и, соответственно, ощущение в районе верхней части живота связано с работой манипура чакры и ощущение в нижней части живота связано с активной работой свадхистана чакры. Есть ещё один способ, он очень интересен. Как, куда направляется ваше внимание, непроизвольное внимание? Дело в том, что если человек ощущает в каком-то месте своего тела себя лучше, чем в каких-то других участках, то внимание других людей непроизвольно будет приковываться именно к этому месту. И если вы позволите своему вниманию пройтись по образу человека, вернее, не образу, а самому человеку, стоящему перед вами, то то место, которое будет вами восприниматься более отчётливо, более детально, как раз и говорит о том, что именно там человек ощущает себя лучше всего, сильнее всего, плотнее. Ну и понятно, что если вы более отчётливо и детально воспринимаете в образе другого человека его глаза и верхнюю часть головы, это связано с работой ажна-чакры. Если вы хорошо видите область рта, верхнюю часть грудной клетки, это вишудха. Если человек воспринимается целиком, то это, скорее всего, анахата. Если внимание стягивается куда-то вниз, то это работа либо манипуры, либо свадхистана-чакры. И зная это, мы уже можем предположить, что именно человек желает в данный момент времени, что он хочет сейчас от окружающих людей и от мира вообще. Как правило, работа ажна-чакры связана с тем, что человек желает достичь своей собственной индивидуальной цели. Он целенаправленно двигается в каком-то направлении. Работа вишудхи говорит о том, что человек желает, чтобы его слушали. Работа анахаты говорит о том, что человек желает доверия, близости, общения как друзья. Работа манипуры связана с тем, что человек что-то считает, просчитывает про себя, строит какую-то конфигурацию, какие-то планы. И, соответственно, человек хочет, чтобы ему подчинялись в этот момент. И работа с Ватхистана — это, как правило, желание повеселиться, желание отдохнуть, желание расслабиться. Вот, собственно говоря, уже по этим признакам вы способны определить настроение человека. Я думаю, что это очень поможет вам в жизни, для того, чтобы понимать других людей, для того, чтобы общаться с ними, для того, чтобы достигать своих целей и своих задач быстрее, чем вы это делаете сегодня. Ну, а сейчас давайте поговорим об устойчивости. Я имею в виду устойчивость эмоциональную. Человек испытывает различные эмоции в течение дня и в своей жизни. И если человек умеет сохранять свою эмоцию и не позволяет другим людям изменять ее, то такой человек становится ведущим, на него ориентируются другие. И это очень важно для того, чтобы влиять на процессы, протекающие вокруг вас. И для того, чтобы научиться сохранять устойчивость, мы с вами проделаем, вернее, изучим ряд простых упражнений. Их необходимо повторять регулярно, для того, чтобы достигнуть нужного вам результата. И упражнение первое. Сядьте поудобнее. Вспомните какое-нибудь событие в своей жизни, когда вы чувствовали себя достаточно хорошо и вам было спокойно. Воспроизведите его в памяти, и вы почувствуете, как у вас меняется настроение. А теперь давайте создадим так называемый энергетический шарик. Делается это следующим образом. Расположите руки друг напротив друга. Расстояние 15-20 сантиметров. Сосредоточьте свое внимание на ощущениях пространства между руками. Словно вы щупаете воздух. Легкими, мягкими, колебательными движениями мы словно надавливаем на этот воздух. И внимание направляем на ощущение этого воздуха в ваших руках. Постепенно вы начнете замечать, что при надавливании этот воздух слегка сопротивляется. Начинает возникать ощущение упругого шарика. И этот шарик не только упругий, он еще и обладает теплом. То есть он теплее, чем все остальное. Постарайтесь сохранить это ощущение, удержать его в пространстве между руками. Потом вспомните о том настроении, с которого все начиналось. И продолжая удерживать шарик в руках, из своего тела в виде легкого ощущения можно это сделать по рукам. Направьте это настроение в ваш шарик. Пропитайте этим настроением шарик, словно накачивая его через руки. Сохраняя это настроение внутри шарика. И далее, удерживая шарик в ладонях, погрузите его в область грудной клетки. Погрузите аккуратно, сохраняя шарик уже внутри своего тела. Задача удержать его как можно дольше. Это позволит вам сохранить то настроение, которое вы выбрали для своей работы. И если это делать регулярно, удерживая шарик, и не позволяя другим людям изменять ваше настроение, то сознание очень быстро привыкает это делать. И дальше, дальше вы увидите ощутимые результаты. Следующий этап работы. Мы начинаем точно так же. Мы снова вспоминаем то настроение, которое хотели бы сохранить внутри себя. Мы снова создаем шарик в руках. Мы снова погружаем его в область грудной клетки. Но мы на этом не останавливаемся. Мы начинаем при поддержке уже наших центральных потоков увеличивать этот шарик внутри своего тела. Пусть он распространится на всё тело и выйдет за его пределы. И постарайтесь удержать этот увеличенный шарик. Он пропитывает ваше тело, пропитывает тот объём, который вас окружает. И задача удержать этот большой шар с этим настроением как можно дольше. Сначала будет трудно, но постепенно сознание привыкает. И постепенно вы начинаете легко удерживать увеличенный шар вместе с нужной эмоцией в процессе проживания различных ситуаций. Когда вы этого добьётесь, можно приступать к следующему шагу, к следующему этапу. Третий этап. Снова начинаем с шарика. Создаём энергетический шарик в руках, наполняем его нужным вам настроением, погружаем в грудную клетку, увеличиваем его, расширяем на объём эфирного тела и не останавливаем его в этом размере. Пусть он растёт дальше. И надо сохранить ощущение роста шарика как можно дольше. Как проверить результат своей работы? Выберите людей, у которых настроение отличается от вашего. Постойте с ними рядом несколько минут. И если вы увидите, что их настроение становится похожим на ваше, вы добились своего. Вы достигли нужного результата. Вы стали более устойчивым, чем другие. И так вы сделали это. Теперь вы уверены, что это работает. Как это можно использовать в повседневной жизни? Ну, допустим, вы хотите создать некую атмосферу у себя на работе или в семье. Для этого можно использовать предметы, которые находятся в той обстановке, где находятся ваши коллеги по работе или члены вашей семьи. Можно сейчас прямо на примере разобрать, как можно создать при помощи предмета некий якорь, визуальный якорь, который будет способствовать изменению настроения у других людей. И обратите внимание на вот эту пирамиду. Она сама по себе уже является символом некой устойчивости. Используя эту пирамиду, мы способны видоизменять настроение других людей, просто присутствуя рядом с ней. Как это можно сделать? Начинается всё с того, что мы создаём мягкий, тёплый, упругий энергетический шар. Мы вспоминаем то настроение, которое вы хотите создать среди своих коллег или среди членов своей семьи. Переносим это настроение в энергетический шарик. Вы уже умеете это делать. Этот шарик аккуратно совмещаем с тем предметом, который будет служить вам якорем. И стараемся выстроить между собой и предметом устойчивую эмоциональную связь. При виде предмета у нас усиливается то настроение, которое мы передаём. И как только мы начинаем смотреть на предмет, настроение тут же становится сильнее. И если вы при взгляде на предмет усиливаете нужную эмоцию, а когда уводите взгляд, эта эмоция ослабевает, то постепенно у вас начинает вырабатываться так называемый рефлекс между внутренним настроением и тем предметом, который вы видите. Усилив это взаимодействие, постепенно вы начнёте замечать, что другие люди в присутствии этого предмета меняют своё настроение на очень похожее, такое же, как и у вас. И дальше, в общем-то, нужная вам атмосфера становится частью, повседневной частью вашей жизни. Что это могут быть за предметы? Если вы находитесь в офисе, это могут быть предметы, напоминающие вам о работе, но с каким настроением. Это могут быть ручки, это могут быть компьютеры, это могут быть какие-то предметы, находящиеся на столе. Если вы находитесь дома, это может быть картина, это могут быть детали интерьера. В конечном итоге можно это сделать и на своей одежде. И в любом случае это будет работать. Главное, чтобы сами предметы не вызывали у вас отрицательных эмоций. Ну что ж, друзья, мы с вами изучили ряд методик, навыков, которые помогут вам в тех или иных событиях. Эти навыки, безусловно, не все, что вы способны изучить дальше, но они базовые, они ключевые. Используя их, вы обязательно получите результат. Любой навык требует практики. Совершая действие, появляется следствие. Это следствие становится частью вашего опыта, частью вашей жизни. И мы с вами обязательно еще встретимся на видеокассетах, на семинарах, на страницах наших книг. До следующих встреч, друзья. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!